Медово-Подопадо Потому что готовить его будет лучший шашлычник Северного Кавказа Знакомьтесь, Нурби Гагуев Нурби был неоднократным победителем всевозможных конкурсов Занимал призовые лучшие места Его знают и уважают на всем Северном Кавказе Сюжет о знаменитом шашлычнике снимал даже Первый канал О том, что он лучше в своей профессии, говорит и его коллега Тоже мастер экстракласса из Саратова Вместе с семьей в течение 20 лет каждый год отдыхают в Весентуках А оттуда специально приезжают на Медовые водопады Чтобы попробовать чудо-шашлык Все дороги, такая цивилизация уже на наши глаза строилась Вот только шашлычник не меняется Идеальный, супер, мы ездим именно к нему Шашлычник супер, супер, прям такой вкусный Шашлычник отличный Что в первую очередь влияет на вкус шашлыка? Правильно, мясо Его нужно уметь выбрать У каждого мастера свой секрет Это карачаевская, да? Да, да, молодая карачаевская барашка До года самая взрослая А так 3-4 месяца В остальном обычный набор Соль, специи и вода И еще один маленький, но очень важный штрих Все время человек должен думать о той работе Чем он занимается То есть от начала до конца Надо серьезно отнестись к этому Не нарушать традиционные технологии Плюс, если сам что-то, ну, должен над собой работать Каждое мясо надо изучать, изучать, изучать И подход индивидуальный, короче, к каждому виду мяса Вот смотрите, все-таки вкус зависит от качества мяса Или от умения, как его замаринуют, как его пожарят Что главное? Тут факторов много Технология очень шепетильная То есть надо температуру там углей посмотреть Чтобы не сильно жарко было Все время надо смотреть и не отвлекаться У вас что хотелось спросить, Дурби Как-то мы готовили несколько лет назад в Архизе С одним человеком Вот наш герой рассказал такую историю Он говорит, не так важно, какое мясо Где паслось, какие травы ела Многое зависит вкус мяса от того, кто его зарезал И как зарезал Вот он говорит, у нас в ауле был человек И когда барашку резали, приглашали его Чтобы он пришел, зарезал А кто не умеет, он может мясо испортить Это так или нет? Как вы считаете? Да, есть такие особенности Многое зависит Вот животное чувствует Когда человек идет его Ну Зарезать Зарезать Он уже чувствует А есть люди, которые режут Животное не успевает То есть, когда он чувствует, что его будут резать Он же Ну выпускает Типа не яд Так, ну, вещества Ну, защищается Это самое А есть люди, которые Ну, душа чистая Доброжелательная И животное В нем опасности не видит И он Она не успевает Опомнится И уходит Чтобы я без дела не стояла Может быть, я вам тоже буду помогать Ну, есть у вас возможность нарезать лук Ну, попробую А как его резать надо? Ну, его колечками так Ну, пополам А потом Полукольцами Да, да, да А я буду резать Одинаковыми кусками Чтобы Во время жарки Оно Ну, если куски одинаковые Мясо прожаривается Одинаково А если они у нас Размером разные Они Маленькие сохнут То большие Остаются сырыми Надо стараться Чтобы куски Одинаковые Да Мурби, а скажите Вот Вы маринуете только солью и специями Айран Минеральную воду Это вы ж не добавляете, нет? Нет Я по своей жизни Перепробовал И айран И сметану И вино Это все баловство Надо Вот как есть Натуральное Ну, немножко водички Знаете, почему водички? Я По Своему опыту Значит Мясо Сохнет Когда режешь Несколько Ну, дней стоит Она сохнет И если без Жидкости То есть без воды Его жарить Высыхает Естественный Свой сок А когда Влагу Немножко Дашь То есть Водички Во время Жарки При большой Температуре Высыхает вода Сок Остается В мясе Почему Как вы считаете Лучшие шашлычники Это всегда мужчины Лучшие повара Мужчины Ну, мужчина У нас Как считался Раньше Добытчик Женщина Дома Очаг Это самое Содержим Да И у нас Крови Генетически Осталось Наверное Это Потому что Мясо Больше Мужчина Должен заниматься А женщина Домашними делами Мы Прежде всего Добавляем Соль Следом Мы Добавляем Приправы А какие Это приправы? Мы Порошки Не берем А берем Цельные Зерна То есть Перца черного Перца красного Все мы Перемалываем Сами Потому что Это более натурально Теперь Мы кладем Лук Репчатый Только во время Когда мы кладем Мы ее мнем Чтобы он Выпустил сок И Минут 25 И оно уже Замаринуется На гровый лист Не надо Не надо Это все Лишнее И теплой Водички И вот Это тщательно Перемешиваем Чтоб Все равномерно Распределилось Соль И специи Как вкусно Пахнет Местная Достопримечательность Кошка Моська Очень хочет К нам Присоединиться Ну А мы пока Займемся Костром Абы Какие Дрова Не подойдут Тут тоже Нужно Соблюдать Свои Правила Дрова Мы Используем Обычно Твердых Пород То есть Бук Яблоня Вишня Косточковые То есть Например Когда используем Вишню Она очень красиво Шашлык Отдает Красным Цветом Вишни А ясень Сам по себе Ясень Бук Они Температуру Более Высокую Дают И Угли Больше Времени Нам На использование Они не выделяют Вредных Вишни Хвойный Лес Ни в каком Случае Нельзя Использовать Разречь Еще Можно А Готовить Нельзя Не будем Терять Времени Пока Наши дрова Прогорят Маринуем Лук Без него Какой Шашлык Сейчас у нашего мастера Тоже кое-чему научу Нурбия Расскажите Как вы маринуете лук Ну как Нарезаем Чуть-чуть Мнем Добавляем Немножко соли Немножко сахара Уксуса Ну вот Вы все Рассказали Вместо меня Я думала Всю жизнь Я мариновала лук Просто порезала И уксусом залила А год назад Только мои друзья Мне сказали Чтобы лук был Вкусным Надо добавить сахар Надо добавить соль А вы все Я думала Я вас научу Чему-то Да Конечно Такого специалиста Трудно Чему-то научить Дрова почти Прогорели Можно заняться мясом Нанизываем Нашу баранину На шампура И продолжаем разговор Нурби Прекрасный рассказчик Душа компании Ему есть Что вспомнить Он много раз Становился победителем Различных конкурсов Но больше всего Запомнился День победы В Черкесске Все районы Республики Готовили Национальные блюда И эти блюда Выставляли на столике Где была Табличка Каждого района Значит Были Дегустаторами Участники войны С медалями Взрослые Уже старые люди Ну старейшие Такие Они оценивали блюда И все районы Все национальные блюда Выставили А я выставил С Малокарачаевского района Национальное блюдо И шашлык там был Ну остывший Правда Но ничего Там были Другие блюда Сохта Джорме Все то Что наш народ Издревле готовил Дед Вышел С медалями Дали ему микрофон И он говорит Что он сидел За столом Малокарачаевского района И что Ни один Который сидел И ели Это все Не встал с места А с других районов Приходили Просили Кусочек сухта Кусочек джорме Ну и соответствующий Самая запомнившаяся Ваша победа Вот Самый такой вот Конкурс Когда душа прям пела И вам было очень-очень приятно Ну вы знаете Я Помимо этих конкурсов Я всегда участвовал Когда гостей Встречали В Зеленом Ну на Зеленом Острове Все гости Карачаева Черкесии В момент Я работал В Учкикене В шефном ресторане И меня всегда Приглашали Составить Меню Составить Все блюда Которые должны Быть Для гостей И Ну Я самое большое Наслаждение Наверное Получил В тот момент Когда все Представители Юга России То есть Все Главы республик Были Именно я И мой коллектив Мы их накормили Они довольны были Они Поощряли нас Поздравляли Ну и большое спасибо Мы получали Мы местные жители Понимаем Какая у нас баранина Замечательная Как она вкусная Но приезжают же туристы Из разных регионов И все ли Вот и едят баранину Как они относятся К нашим шашлыком Ну Они Многие В России Мясо Это вкус У нас С альпийских Лугов Так сказать Мясо Оно более вкуснее Чем Вот В степных районах В степных районах На одном квадратном метре 7-8 Видов растений Растет Например А у нас 20-30 И она Выборочно У нас есть И соответствующий Вкус Получается От этого От еды Так сказать И многие Приезжают И Водят носом Ой баранина Да она невкусная Была история Две красивые женщины Такие элегантные Подошли И просят Одна говорит Баранина А вторая говорит Ой я не буду есть баранину А так Ну убеждала Ее не смогла убедить Я это Которая Первая У меня Заказала Она берет Свою порцию И идет Я ее попросил Попросите Вашу подругу Чтобы она поела Ну хоть кусочек Не умрет же Но она поела И она Когда тут Очередь Идет И во всеуслышание Кричит Я изменила Своё мнение А очередь То не знает Какое мнение Она изменила А я ей говорю Нет Нет У меня уже Жена Есть Дети Я укомплектованный Мне вы не нужны Хотя вы красивая Женщина Вы мне не нужны Она кричит Ну очередь Смеется А она кричит Нет Моё мнение Изменила Насчёт мяса Очень вкусная Баранина Она говорит Ну а мужчина Тоже из России Поел первый раз Чуть ли не перекрестился И говорит Слушай Я в жизни Такого мяса не ел Он в возрасте Мужчина Правда был Он говорит В следующий раз Я жену с собой Приведу Ну я опять Не удержался Говорю Не нужна мне Ваша жена А он говорит У меня есть А он говорит Да нет Мясо ей Попробовать Она не знает Такого вкуса Я переворачиваю Пожалуйста Ой Нурби Как вы тут работаете Ужас Это же жара какая Чтоб вкусно было Надо направо крутить А вы влево Направо да Это все имеет значение Да А почему Тьфу Ой знаете Нурби Все-таки Не Оставлю я это дело Давайте-ка вы сами Я лучше буду пробовать А скажите Вот понятно Что кавказская кухня Вам близка И понятно Вы выросли на ней А нравится ли вам еще Какая-нибудь другая кухня Других народов Ну конечно нравится Я 7 лет проработал С грузинами Ну а какие Грузинские блюда Вам нравятся Чахахбили у них Очень хорошо Густо так Чанахи Очень прекрасно Ну что ж Наш шашлык готов Можно подавать к столу Посыпаем его луком И вуаля Можно пробовать Теперь вы понимаете Почему Нурби Гагуев Лучший шашлычник Северного Кавказа Думаю даже вам ясно Что это будет не просто шашлык А супер-пупер шашлык Как я и думаю У нас получился не шашлык А пальчики Оближешь Нурби По традиции У вас есть возможность Обратиться к жителям Нашей Карачаевой Черкесии Пожелать им то Чего вы хотите Чтоб было всегда мирное небо Над головами нашими Чтоб не было Природных катаклизмов Чтоб Ну все Жители республики Жили в достатке И в удовольствии И с хорошим здоровьем Субтитры создавал DimaTorzok